Всем привет! Вы на канале WorldSpace, я Владимир. Я Олеся. И сегодня мы дадим вам универсальную инструкцию в помощь для переезжающих. Текстовый вариант вы найдете в нашем телеканале, в котором вы найдете не только всякую полезную информацию, но и еще разные моменты из нашей жизни, так что подписывайтесь на нее. Инструкция пригодится к тем, кто планирует переезжать в Сербию, но не знает, с чего начать. Текст нервничает и слишком переживает, что даже не получается структурировать все свои действия пошагово. Мы в свою очередь хотим помочь вам подготовиться к переезду заранее в комфортной, спокойной, домашней обстановке шаг за шагом. Видео будет состоять из нескольких частей. Много нескольких частей. Так как материал получился очень объемным, и смотреть длинное видео боимся, что будет муторно и утомительно. Итак, первая часть, погнали! И так, значит, первый шаг, он же нулевой. Первым делом убедитесь в том, что ваше желание эмигрировать в другую страну, оно эмоционально выстрадано, так сказать можно. И вы вот точно готовы к предстоящим изменениям и трудностям, которые вас непременно ждут на вашем пути переезда. Ну, как же без этого? Жизнь боль. Обязательно осознайте, что не пожалеете о принятом решении при столкновении с первыми же трудностями. Ведь эмиграция не должна быть легкой, не так ли? И всегда помните, если вы решились на такой глобальный переезд, возвращение на родину в эмоциональном плане дастся вам еще осложнение и не облегчит ваши страдания, а лишь усугубит состояние эмоционального фона. Не зря же умные люди после долгих исследований выяснили, что эмоционально возвращение из эмиграции сравнимо по чувствам потери близких. Поэтому первым делом искорените из своего сознания мысли, и если вдруг будет сложно, всегда можно вернуться обратно. Так дело не пойдет. На данном этапе видео советуем поставить его на паузу и взять себе два листочка бумаги. На одном листочке напишите причины вашего переезда, а на другом все плюсы проживания для вас в стране, в которой вы сейчас находитесь. Если вы переезд планируете с семьей, то пускай каждый из членов семьи сделает то же самое, и после вы сравните результаты друг с другом. Обсудите в кругу семьи расхождения, если таковые имеются, и выслушайте по очереди аргументы друг друга за и против. Взвесьте все услышанное и обсуждайте все аргументы до тех пор, пока не придете к единому общему решению. К выполнению задания отнеситесь со всей серьезностью и добавьте капельку творчества, чтобы ситуация не вызывала ощущение давления на вас. Ну а теперь переходим к шагу один. Определите, каким бюджетом для легализации в Сербии вы располагаете, и на каких вариантов легализации у вас хватает денег. Первый вариант. Да, первый вариант, когда у вас достаточно денег для приобретения недвижимости и получения ВНЖ по основанию приобретения недвижимости. Здесь стоит напомнить, что пока что в Сербии выдают ВНЖ сроком на 3 года за покупку любого укниженного, то есть внесенного в реестр, в кадастр, ну любой недвижимости дома, там квартиры, за абсолютно любую стоимость, главное, чтобы она была в кадастре, то есть порога по покупке нет. Главное условие, чтобы недвижимость имела все условия для проживания, то есть сарай не подойдет, которых, кстати, в продаже тоже достаточно. Рактор по цене. Для более подробного представления о ценах на рынке недвижимости в Сербии можно видео посмотреть вот тут, вот мы выкладывали видео нашего дома. Он плюс-минус представляет в целом всю недвижимость в Сербии, а именно вот в Западной Сербии, в остальных частях Сербии плюс-минус тоже примерно то же самое. Дома низкого ценового сегмента от 7 тысяч евро до 29 тысяч евро, они крайне редко уже встречаются, если раньше они были наполнены рынок такими домами, то сейчас это уже редко. Минимум, который можно найти, это вот 29 тысяч евро в двух часах езды и дальше от Белграда. И нужно помнить, что недвижимость за такую стоимость потребует вложить в нее еще средств по типу капитального ремонта, если он вообще имеет смысл, так как, возможно, такой дом рациональный только сносить. Обязательно потребуется покупка всей мебели, всей техники, возможно, даже замены бойлеров, печей для отопления, если это дом. Если это квартира, то полный ремонт и полная обстановка, смена мебели, техники. А еще проблема таких дешевых объектов в том, что они чаще всего неукнижены или частично укнижены. С обременениями, с проблемой с землей, например, необходимое объединение участков, чтобы их смог приобрести на странице и так далее и тому подобное. Также нередко в таких объектах часто отсутствует равномерный обогрев. Из-за того, что твердо топливные печи есть не во всех комнатах и как следствие образования сырости и плесени, с которой придется бороться. Дома же среднего ценового сегмента, это от 40 до 80 тысяч евро, уже ближе к счастливой жизни. В этом сегменте вполне возможно отыскать потенциально интересный, добротный, такой качественно построенный дом. Ну, пускай он будет даже не совсем отремонтированным. Там, с одним этажом готовым к проживанию, а вторые еще не готовы. Или можно найти в этом сегменте квартиру, где достаточно просто сделать косметический ремонт. И тут еще стоит сразу же оговориться, что в этом ценовом сегменте даже не рассчитывайте на центральное поэтажное отопление от твердотопливного, там, электрического котла и тем более на газу. Крайняя редкость за такую цену вы найдете себе дом, где есть газ. Это уже выше цена. В среднем же в таких домах вы найдете скорее одну печь в главной комнате, а в остальных обнаружите заготовленные разведения под камины, которые будете покупать уже самостоятельно. Если вы скажете, что вот мы сказали, что вам ценовой сегмент низкий от 7 до 29, а тут резко перескочили на 40 тысяч, как средний ценовой сегмент, то вот этот промежуток с 29 до 39, он тоже скорее относится к низкому ценовому такому вот контингенту домов. И там примерно то же самое, что и в низком ценовом контингенте. Конечно, бывают исключения, когда человек продает срочно свой дом, потому что ему нужно куда-то уехать. И вы можете как раз вот найти вот в этом промежутке от 30 до 40 тысяч дом, в котором в целом можно жить, где есть хоть какой-то ремонт, где есть хоть какое-то отопление, и требует он минимального вложения чисто для комфорта себе подбить этот дом под себя. Но это крайняя редкость. Поэтому вот этот вот зазор такой вот остается. Ну и, наконец, высокий ценовой сегмент от 80 до 135 тысяч евро. Там будет все тип-топ с минимумом недостатков и минимумом вложений. Ну и, конечно же, существуют элитные объекты от 136 до 500 тысяч евро, может быть, даже и выше. Но это вот такие вот... Уже штучные, уникальные какие-то элементы недвижимости, да? Да, да, да. Такие усадьбы, виллы, там, я не знаю, огромные фермы, у которых там все сделано, все автоматизировано, с техникой и всем остальным, что ты просто заезжаешь. У тебя тут уже стадо коров. Живи, наслаждайся. 50 гектар земли, обрабатывай как хочешь. Ты же из Москвы приехал, ты наверняка можешь 50 гектар земли обработать. И готовьтесь к тому, что какой бы объект вы ни выбрали, дешевый ли, дорогой ли, ремонт потребуется в любом объекте. Исключение крайне редкое явление. И, конечно, покупка каких-то элементов мебели и техники тоже потребуется. Вопрос лишь в том, что в некоторых домах или квартирах покупка не терпит отлагательств, типа без кровати, холодильника или плиты, или стиралки. Долго вы не проживете. А вот без дополнительного, например, дивана или шкафа можно и потерпеть. Поэтому всегда рассчитывайте на то, что вы покупаете себе недвижимость, все равно туда какие-то элементы мебели и техники придется докупать. Представленное нами деление на ценовые сегменты, оно, в принципе, весьма условное, так как больше для общего представления цены и качества представлено. На стоимость всегда будет сильно влиять расположение объекта, престижность региона и так далее. То есть, чем ближе к столице, естественно, ценник будет расти. И то, что вы купите, например, в Белграде или в 15-30 минутах езды от него, оно будет сильно отличаться от того, что находится там в части езды от стоицы, а стоить будет одинаково. И так, чем дальше, тем цена-качество меняется в лучшую сторону. Ну, как бы, все логично. То, что вы купите условно за 70 тысяч евро в Белграде, будет развалюква. Как сказала бы моя коллега, хочется обнять и плакать. А если отъехать хотя бы час от столицы, то за те же деньги в доме реально можно жить и постепенно его улучшаем. Да, да, ну это, в принципе, как в любой стране. Как бы, я думаю, вы согласитесь, согласны, если напишите в комментариях, согласны, да или не согласны, нет. Второй вариант. Если нет денег на покупку и их негде взять. Определитесь, достаточно ли денег у вас на аренду недвижимости и открытие ИП или компании как основание для БМЖ. По затратам, вот с таким вариантом рассчитывайте на следующее. То есть, вот открытие ИП с помощью термпосредников, это вот от 500 евро, плюс затраты, ну, в среднем рассчитывайте на 1000 евро. Самостоятельно можно открыть, это будет стоить порядка 300 евро. И сюда же следующее, что внести ежемесячные расходы, это от 500 евро. Все эти вот примерные величины, они немножко меняются от региону к региону. Третий же вариант. Да. Который также имеет место быть. Достаточно ли у вас денег на аренду недвижимости и визаран каждые 30 дней. Ну, здесь на БМЖ стоит рассчитывать. Для вариантов с арендой. Рассчитывайте на стоимость квартиры и домов в аренду от 350 евро до 2000 евро помесячно. Или от 20 до 300 евро посуточно. Чем дальше от больших и курортных городов, тем ниже стоимость аренды. Закладывайте стулму на ежемесячный визаран от 2000 евро на человека. Если вы остановитесь, например, в Западной Сербии, то стоимость будет 0 евро, так как границу можно перейти пешком. А последний вариант, он такой вот экстравагантненький, это если деньги у вас есть только на билет. С этим можно что-то делать? Можно? Можно. Имея широкую социальную сеть, где можно найти предложение переезда, например, в качестве домашнего персонала в семью. Если у вас есть владение тем или иным языком, то, например, переезд в иностранную для вас семью. Если же нет языка, кроме своего, то, например, семью с обеспеченными соотечественниками. Тоже ведь дает некий шанс на постепенную легализацию здесь. Почему бы не разместить пост в разных группах с перечислением своих навыков, рассказать о себе, рассказать свою историю, описать, как вы видите, будущее в этой стране. Ну, или в той, которую вы собираетесь. И вполне могут найтись люди, которые готовы вас принять. Ну, в данном случае в серпе, так как мы сейчас про нее рассказываем. Такие случаи не уникальны. И вполне таким случаем можете оказаться именно вы. Ну, а если ваши навыки недостаточны, вы можете рассмотреть вариант получения новой специальности или освоить новые навыки перед отъездом из страны. И если нет возможности зарабатывать и накопить достаточную сумму на самостоятельный переезд, то можно предложить будет свои навыки. И самое главное, не отчаивайтесь. Если не получите предложение быстро, то просто запаситесь терпением и рассчитывайте свои силы и умения. Найдите в сети, как выгодно представить все свои навыки и умения. А пока ждете таких предложений, отточите уже имеющиеся навыки и получите новые перед отъездом. Благо сейчас много очень онлайн курсов разных. Ссылку, кстати, на один из таких сервисов онлайн учебы ты можешь найти в описании. И это не скиллбокс, который уже всем надоел вот здесь вот. И как мы все знаем, он не дает рабочие места в итоге. На сегодня у нас все. Во второй части видео мы разберем второй шаг. Подробно разберем, как выбрать регион Сербии для переезда. Сравнив их между собой со всеми плюсами и минусами относительно друг друга. И будет несколько частей, так как очень подробно мы хотим это сделать. И, кстати, эту инструкцию вы всегда можете переложить на любую другую страну. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы поощрять нас своим вниманием. При желании вы всегда можете поддержать наш канал, используя функцию Суперспасибо. Или подписаться на наш Бусти, Патреон, ссылки в описании. Обратную связь с нами можно держать через комментарии или через почту, указанную под видео. Так, через Телеграм-канал. Да, я только хотел сказать, что там также есть ссылка на наш Телеграм-канал, в котором вот выкладываются всякие инструкции, новости о Сербии, жизни в Сербии. Быстрее, чем на нашем Ютуб-канале, ну, просто в Телеграм все это быстрее выложить. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok